Всем привет! Мы чуть-чуть устали от ремонта и решили сегодня отдохнуть. Приехали на море. С нами Дима, Алексей, ну и мы. Да, это Эмба и Доки. Были, конечно, летом. Сколько раз были. Море спокойное, тихо, хорошо, ни ветра, ничего нет. Я хотела туда камушком к тем. Сережа, пойдем? Сережа освободился пораньше. И мы решили воспользоваться моментом. Смотрите, сколько медуз! Аккуратно, Марик, не намочите ноги, пожалуйста. Я тебя вытащу! На! Правильно. Что они убирают мусор? Они снова гуляют. Где там? Там адустраха работает. О, корабль! Корабль, да. Сегодня, когда Дима ко мне пришел, где-то в 2 часа, наверное, да, или, может быть, полвторого, я посмотрела на градусник, было 20 градусов тепла. Сейчас чуть попрохладнее, потому что тучки набежали, солнце закрыли. Да, Сережа пришел домой, искупался, говорит, я вспотел, в тенечке прятался там. Да, Желаю. Поймал! Я не сажаю, не сгибал! Уходи! Сейчас ноги намочите, и на этом все закончится. Да, и поедете домой. Уходи! Пойдем туда камням? Здесь построили завод, который перерабатывает рыбу в муку. И вот там целые канистры с жиром рыбьим стоят. Никто не хочет выпить? Пошли! Помнишь, сколько раз мы плавали в этом году на Эмбу? Мах. Я тут морковку! Морковку я нашел! Морковку? Как вчера? Вот, кайф, посунуйте. Не знаю. Любимое занятие детей – камни кидать в море. Мы решили пойти чуть дальше. Медуз очень много. Все к берегу приплыли. Водичка теплая. Чайки летают. Там нырьки меряют за рыбкой. Красиво очень. Наш небольшой пикничок. Компотик, лечо, аджабсандал и детям кушать вкусняшки. Да? Кушайте. Максим разулся. А там возьми. Открой только его. Уже закат. О, кто-то костер жгет. Пытались сейчас запустить дрон, но из-за того, что резкий ветер поднялся, его начало сносить. Вот буквально, скажите, одну минуту назад ветра не было. А сейчас вот, смотрите, что корабль, да. Два корабля. Это бухту, дно чистят, Алексей. Прям прохладно стало. Марик, поди одень шапку, пожалуйста. Я тебя прошу, куртку застегни. А там чайки налетели. Может быть, рыбу выкинули или что? Непонятно, почему они так туда налетели. Это что, бутылка с вином плавает? Это нормально. Зима Юли репортажи снимает. Аджабсандал, море и чайки. Кайф. Все включено. Сережа у нас не любит оджамсандал. Он кушает палочки. Кто? Справа. Справа? Если они далеко, то я их... А вот вижу! Они прям где Эмба? Дети пошли на разведку. Дети пошли на разведку. Вот эти глыбы не случайно накиданы. Чтоб там не размывало берег. Так, я, наверное, пойду с другой стороны. Раньше тут корабль еще стоял. Сейчас я туда пойду, покажу. Вот здесь корабль был. Туда дальше еще. Это то, что от него осталось. Остальное все разрезали. И, наверное, на металлолом в Турцию. Как и все остальное. У нас отправили. Марик, аккуратно здесь не наступи. Смотри, остро. Вот тут уже был корабль. Начинался. И мы вот так перелазили. Да, тут вообще все поменялось. И берег. Тут было больше вот этих бетонных штук. Сейчас их сюда сделали. И вот так туда корабль шел. В ту сторону. Вот. Вот сейчас, Марик, мы прям по кораблю уйдем. Да, вот, смотрите, железки. И вот так он в море туда уходил. Вот канат какой-то. Ну, кораллы. Какие кораллы? Это корабль. Кораллы. А вот нырок, смотрите. Сейчас нырнет. А я ему дал хлеб. Я забыл есть. Ты не докинешь. Я его уже видел. Да, я тоже. Это мой друг. И мой тот. Я его первую уйду. Марик, мне-то до него не доплывет. Ну, туда бухта. И морпорт. На берег. Жалко. О, дети увидели, что трактор там работает. Так. Туда мы лезем дальше. Посмотрим. Сейчас я лезу, не верю. Мальчишки. Так, ну что? Лезем выше. А он и Сережа с Димой. Интересно. Интересно вам? Да. Вы не застудитесь? Нет. Не холодно, Марик? Сутри проходит. О, лодка. Опять чистят мусор. Я, кстати, тоже пакет убрала с моря. Молодец. Вот эти спички. Убирать надо. Я сукраю. Я повыше залезу. Я не разрешаю повыше. Там уже всё. Море с той стороны. А туда, извините, я вас не могу поднять. Я их и так сюда подняла. Еле-еле. А что тут за написи появляется? 67-й год. 13 января 67-го года. Давай я приступлю сюда. Вот сейчас. Нет, вы стойте там, пожалуйста, чтобы я не нервничала. 13 января 67-го года. Сколько лет? А они как новые. Тут вообще не будет металла. А вот это корабль, там жир загружают. Жир загружают? Нет, там вещи или какие-то товары из Турции привозят. Да, я видела такой корабль. Мне кажется, ты этих считаешь? И туда ещё приходят корабли с хамсой. Ну, вот эти вот все. Что? Лодочки небольшие. Ничего себе. Это чистят дно. И вот потом вывозят. И выкидывают. Углубляют дно. Они копают вот так. Копают, складывают. И потом дальше в море выкидывают. Куда это девать? Некуда же? В океан. У нас океана нет. У нас только Чёрное море. Чёрная пантера. Круто, что мы сюда пришли. Жалко, что Владика только нет. Но он болеет. Он ещё повеселился. Белый пломбир пытается... У него сказали, скорее всего, аллергия. Потому что у него очень красные глаза. Диана там даёт ему таблетки. Вон, смотрите, какая конструкция. Видите? Там кран двигался. Он такой жабый, но он двигается. Я думала, что поломали. Алексей говорит, кран такой ржавый, но он всё равно двигается. Это как? Я думала, поломал. А нет. Горы в снегу. Какие два корабля загружают. Рыба, видишь, там, шёстры. Или рыбинку. Какие вы умные. Или корабль слишком длинный. Да. Как же всё-таки красиво. Вот он потихонечку сейчас высыпать будет. И потом обратно. Максим, ты тоже пришёл? К нам хочешь? Дима мне помог детей спустить. И у нас пошёл дождь. А мы хотели ещё на ту сторону пойти, посмотреть корабли. И как чистят дно. Но под дождём не очень хочется этим заниматься. Пора идти домой. Серёжа, а вот это не от доков куски, посмотри. Вот это не от доков, говорю, куски. А от чего? Я там нашла вот такую бетонную штуку 67-го года. Но она как новая. Где там рыба? Мёртвая, что ли? Топалка. Топалка. Какая рыба? За рыбой. Алексей весь в ручке. Уроки делал, да? Я дяне говорю, отпусти его. А она говорит, нет, он уроки не доделал. Я говорю, слушай, уроки там сегодня очень мало задали на полчаса. Я говорю, потом доделает. На море лучше же пойти. Ну что, собираемся тогда? Типа он крутой. Дима там где-то, вас зацепит, там нямит. Ты крутой. Дождик чуть закончился, и Марик сказал, что хочет разжечь костёр. Как же без костра, да, Марик? Да, каждый раз мы, когда на море, мы делаем костёр. Такая будет традиция. А-а-а, всё в меня. Такая традиция у нас будет. Традиция, у меня же слёзы пошли от дыма. Я знаю, у меня тоже так один раз было. Красота. Здесь ещё можно посидеть, посмотреть на костёр. А я сейчас и так. Что ты провоняешь? Мы все провоняемся. Они пошли на корабль смотреть. Алексей, когда костёр на тебя, ветер дует на тебя, нельзя там стоять. Нужно в другую сторону уходить. А там назад. О, сейчас хотим назад пойти. Сгорел. Видите, как меняется ветер быстро? То в одну сторону, то в другую. А, вот уже в другую. Да? Вот вообще, да. Вот уже в другую. А, вот утих ветер. Всё! О! О! Всё! Там дельфины. Не кто-то снимает. Смотри, где она дельфина поприлит. Повсюду дельфины. Вот, смотрите, как рядом вообще. Ну, как будто бы даже на одном месте стоит. Вот он ещё. Дельфины тут. Дельфины тут просто. День удался. Вот и что там. День удался. День удался. Да, я тоже только начала снимать сразу. Куда-то подевались. Ну, сейчас. Ау! Опять? Ну, это потому что... О, вот опять! Потому что я отвернулась. Вот, прям рядышком. Вот опять я подошла. Никого нету. О! Ветер ужасный. Ну, всё, мы собираемся домой. Уже темнеет. Не домой, а где они с Витей? И очень много дельфинов. Да, очень много дельфинов было. Я думаю, Марик это видео показать. Обязательно покажем. Не переживай, Марик. Несмотря на то, что такой сильный ветер, всё равно на улице тепло. Я вот это всё время без куртки была. Хорошо. Мне очень понравилось. Мне жарко стало. Жарко стало? От костра. Смотри, ты куда он уплёт. Ну, тут и без костра всё равно. Вот этот завод по переработке рыбы. Вон там стоят пустые канистры. А это канистры с рыбьим жиром. Их тут очень много. Духманчик, конечно, тут стоит не из приятных. Хотя я очень люблю рыбу. Смотрите, я вот делаю. Вот там прям он ходит. Видно вот туда след, где там жир заканчивается. Даже боюсь представить, сколько здесь его. Здесь цвет какой-то другой. Дельфины опять выпрыгивают? Мы не выйдем, а там конкретно... Всё, всё, уходим. Тут просто территория закрывается на забор. Да. Ужас, сколько их там. И вот что получилось. Уже начали тут купель делать. Но какая там проблема, Серёж, была? Никакой? Нет, с уголками что-то он объяснял. Он говорил девятку купить, а Витя купил семёрку. И он подпиливал каждую эту штуку. Да. Что у вас у него мучился? Каждую плитку. Ой, простите. Подпиливал. Да. Чтобы выкладывать. И вот весь день почти ушёл на это. Но зато Диана очень красиво получается. А мне знаешь, что нравится особенно? Что мы так сделали, что прям вот целиком плитка поместилась. Он же не резал. Он сам сказал, что не резал. Сам себя не похвалишь, никто не похвалишь. А вот наша дверь с этой стороны. Смотри, вот тут он хорошо врезался. Не трогай. Да ничего трогать нельзя. Хорошо. Да, вот это вот получается сегодня сделали. Я довольна, что я понос сказала здесь сделать. Да, красиво, Диана. Вот что я где-то там в туалете. Получается, вот эту плитку даже не резали, да? Не резали. Подрезал он. А так не видно. А нет, видно. Вы уже положили эту штуку? А разница чуть-чуть. Класс. Дверь сняли пока просто, чтобы не мешалось. И сегодня наконец разрешили здесь подместить. Я сейчас сюда все руками собираю. Посмотри на мой рот, на что похоже. У меня как аллергия, посмотри, красная. Я вот так все руками собирала. Потому что здесь нужно будет прогрунтовать сейчас нам все. И не придет. А завтра уже пол будет ложить. Я думаю, он вот это не захочет завтра, а не пол? Вот это и пол будет делать, и потом еще и затирку. Сегодня что? Ты думаешь, он завтра будет все? Сегодня четверг. Нет, навряд ли, Диан. Еще один день нужен. Еще три дня. Нет, до субботы. В субботу Витя не будет за главного. Витя, от вечера не будет. Не тяни. Почему? Не спорь. Давай работай. Я что делаю? Медленно. А вот видишь, насколько отрезал? А, вот, да. Диана, у меня занесло, главное, значит, не упало. А, вот тут нужно протереть, да? Пока нельзя. Я тебе говорю, тут ничего не разрешаю. Хорошо, дышать можно. Ну вот окно же можно уже открыть? Нет. Как нет? Окно уже давно сделали. Я еще с учетом-то день открывала. Так что хлопнула, что это? Вот плитка тоже вырубится. Ладно, не буду ничего больше трогать. А, вы отправили пугать, то ли это не будет? Он вообще просто сошел, по солену и шел. Витя сейчас с мастером кушают, потом Витя отвезет его домой уже. С подарочками. Да, мама там соленья передала, разные. Что там я тебе мешаю. А то Диана не умеет работать топором. Я топору нужен. И потом мы тоже поедем домой, Диму отвезем. У нас сегодня мамалыга и сациви рыбная. Это как прикол был у нас. Когда я сказала, что рыбная сациви, мы к Насте пришли в гости. А ее тетя Сустилинская, она говорит, я никогда не пробовала рыбная сациви. А как вы его готовите? Я говорю, ну жарим кота. И она такая, что? Кота? Я говорю, да, это рыба такая. Она говорит, вы меня с ума сведете своими названиями. Ну так вот, жарим кота. Диана, он хотел тебе отрубить одно место. Да, он хотел до этого внизу, он тоже отрубил. Ой, тут плюка. Я пошла. Витя уже приехал, сейчас домазывает пол. И все, и потом мы поедем уже домой. Ой, ура, ура, ура. Завтра я к вам не прихожу. Понятно? Как ты приходишь? А, голубь, фарш один тащи. Посмотрю. Давай. Не, надо еще Богдану подарок купить. Да, да, так что ты приходишь. Дима, может быть, скоро уедет уже. Все, закончили. А дождь, если пойдет, не зальет? Скоро 11 часов, мы только сейчас уезжаем домой. Арчи, иди сюда, оглушил, слушай. Дима просто там Алексею на телефон закачивал игру какую-то, два с чем-то гигабайта, пока настроили все. Я не знаю, не вдавалась в подробности. А вот сейчас едем домой. А, ГТА? Да. У вас есть в компьютере, ну, видишь, что-то у него на телефоне. Потому что иногда владик мультики смотрит, а он не может играть. Потом они поубиваются еще. Понятно. Они там уже вниз спустились в машину, прогревают. Что, Арчи, ты гавкаешь? Он бедный сейчас на привязи все эти дни, у него инфаркет. Он вообще никогда столько не сидел. Да, вообще, да, ты что, у папы тоже инфаркт. Он Арчика так любит, что... А еще сегодня Кузя ушел за вчерашнего вечера, его не было до сегодняшнего вечера. Гулянка. Да, вечером вернулся. Я даже папе позвонила сразу, знаешь, как его видел. Да ты мне тоже уже сказала, что Кузя пропал. Я первому папе позвонила, когда увидела, что он пришел, Кузя. Я говорю, папа, он говорит, что, я говорю, Кузя. Он говорит, я сейчас спущусь, покормите его только. Я говорю, уже нет. Когда вернулся. Да, ну, конечно, вот только вырастили кота, что жалко. Ладно, пойду я тоже вниз уже тогда. Давайте. Пока завтра не знаю, что... А, сейчас я смотрю. Я опасно пойду. Завтра не знаю, что будет. Видно будет. Я тебе слышала, ты завтра принесешь этот каш. Нет, завтра нам нужно еще куда-то пойти в магазин. Я у тебя спросила, он не хочет лимона. Ну, это понятно, что он не хочет такой, потому что у него сумки. Ну, 10 штук, ну, для дома, он говорит, оставь, говорит, не надо. Нет, такой не надо. Сейчас что-нибудь купим. Ну, пока мы что-нибудь мы передадим. Он говорит, мы разберемся. Ну, как я поняла, там тоже не тяжелая. Ну, да. Мой мальчик зубастый. Все. А, ты купаться идешь? Давай, пока, короче. С вами тоже прощаемся. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»